В первой части мы начали рассматривать чакровую систему человека как энергетические узлы на пересечении потоков. Сегодня продолжим эту тему. Поговорим о явлении резонанса и о возможности воздействия на чакры посредством звука и вибрации. Рисунок на полях, изображающий семь основных чакр и странный крест на куполе русской церкви со старинной гравюры. Изображение седьмой верхней чакры, сахасрары, в точности соответствует этому кресту, место выхода нисходящего потока. Каждая чакра соответствует определенной ноте и определенному цвету, так как имеет свою чистоту и интенсивность. Условная таблица соответствия определенного цвета и нот, если бы они звучали в слышимом нами диапазоне. Очень приблизительные основные спектры – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый – дают нам последовательность тонов и полутонов. Недаром эти два понятия есть как и в музыке, так и в живописи. Которые приобретают диатонический звукоряд – это всем известная дора и миф о соли оси, если брать звукоряд от ноты до, которые по современному строю соответствуют 512 Гц. Опять-таки, все зависит от интенсивности световой волны спирали, потому как трудно точно определить идеальный голубой или идеальный зеленый цвет. Недаром ведь даже в том же фотошопе такое огромное количество цветовой гаммы. И снова здесь связь с музыкой. Гаммы – это и есть последовательное соотношение тонов и полутонов. То есть дора и миф о соли оси – два тона, полутон, три тона, полутон. Если пойти еще дальше, то можно обнаружить, что самый маленький интервал в музыке и самая маленькая общепринятая единица времени именуется секундой, второй с латыни. Только при определении времени секунда неделима, а вот в музыке она бывает большой, интервал равный одному тону, и малый. Это также наталкивает на определенные размышления и ассоциации по поводу волново-спиральной сути времени, о которой я рассказывал в предыдущей части и которую мастерски описал в своих научных работах Пушкин. Но вернемся к чакрам. Только в русском языке, который не перестает удивлять зашитыми в его структуру знаниями, есть слово «позвоночник». Во всех других языках позвоночник называется по-разному, но так или иначе связан с корнями «ось», «ость» и «вертеться». Например, в английском языке позвоночник называется «spin», в латыни «спина», что соответствует нашему «спина». Однако же слово «spin» имеет еще и значение «вращаться», «крутиться». Позвонки в английском языке называются «вертебрей», от слова «вертеться» и имеют корень в латыни. Латинское слово «osteo» — «кость», явно намекает на созвучные слова, такие как «ость», «остов» и имеет смысл несущего каркаса для определенной конструкции. Собственно, наше слово «кость» говорит о том, что данная часть тела крепится к кости или составляет костяк. Слова «воспитание», «вось питание», а также слова, оканчивающиеся на «ость», «радость», «благость», «ветренность» Также показывают центральную «ость» человека, позвоночник, как важнейший центр, вокруг которого все вертится. Хочешь жить? Умей вертеться вокруг оси и закручивать жизнь вокруг себя, подобно Земле и любой планете Солнечной системы, подобно нашей галактике, подобно всему в мироздании. Потому что суть всего движения — это спирали с спирали, которая имеет определенное количество циклов за промежуток времени, частоту и, следовательно, свое звучание. Позвоночник же — это то, что идет по звонкам, то есть чакрам. И если нисходящий поток заходит без помех, то он, подобно ветерку, заставляет колокольчики звучать. Далеко не все знают названия, месторасположения и основные параметры чакр в человеке. Давайте рассмотрим их подробнее. Муландхара — корневая нижняя чакра, ответственна за прием восходящего потока. Сватхистана — вторая чакра, ответственна за половую жизнь. Активный и важнейший орган, черпающий энергию из этой чакры, это яички у мужчин и яичники у женщин. Ключевой гормон чакры — тестостерон или стероидные гормоны. Чакра отвечает за сексуальную силу, мужественность и женственность. Манипура — третья чакра. Чакра воинов. Ответственна за умение управлять ситуацией и жизненными обстоятельствами, уверенность в себе, а также достаток и финансовое благополучие. От названия чакры происходит слово «манипулировать», потому как самый первый рычаг сегодняшней манипуляции — это деньги. Ключевые органы этой чакры — поджелудочная железа, селезенка. Гормоны этой чакры — это инсулин, глюкогон, соматостатин. Чакра манипура обеспечивает жизненно важный энергообмен. Анахата. Четвертая сердечная чакра. Ответственна за любовь и сострадание. Чакра имеет в качестве ключевого органа тимус или вилочковую железу. Гормоны этой чакры — тимозин, тималин, тимопоэтин. Органы чакры анахата регулируют белковый и углеродный обмен, а также обмен кальция. Усиливают секрецию гонодотропных гормонов гипофиза. Вишудха. Пятая горловая чакра. Ответственна за голос, речь и коммуникативные способности. Ключевой орган — щитовидная железа. Гормоны чакры — тероксин и триодтиранин, которые регулируют основной обмен организма. Тот уровень энергозатрат, который необходим для поддержания жизнедеятельности организма в состоянии полного покоя. Кальцитонин участвует в развитии обмена кальция и развития костной ткани. Аджна. Шестая чакра, иначе говоря, третий глаз. Здесь расположена шишковидная железа или эпофиз, в работе которого ключевая роль отводится гормону мелатонину. Чакра Аджна отвечает за интеллект и экстрасенсорные способности человека. Усиление этого энергетического центра напрямую связано с осознанностью личности, его разумом, достаточным уровнем развития центральной нервной системы. Неосознанный, невежественный индивид не способен в полной мере раскрыть чакру интеллекта и третьего глаза. В наше время для улучшения работы мозга используют самые разные методики. Например, онлайн-платформу Викиум. Викиум создан специалистами в области развития памяти, мышления, внимания и других познавательных функций мозга. Эта платформа похожа на тренажерный зал, только для мозга, где каждый снаряд — это интересная игра. После прохождения тестирования Викиум генерирует индивидуальную программу тренировок. Положительные эмоции в процессе такого обучения снимают блоки в голове и способствуют быстрому образованию новых нейронных связей, то есть приятной и интересной прокачке мозга для людей любого возраста, а следовательно постепенному развитию чакры Аджна. Развивайте свой мозг на Викиум. Ссылка в описании. Седьмая, последняя в этом списке чакра под названием Сахасрара — это место выхода нисходящего потока. Итак, зная, что основных чакр семь по позвоночнику, и каждая из них имеет определенную частоту и один из семи цветовых спектров, а также зная, что определенная частота формирует определенный геометрический рисунок, мы можем предположить, что на тонком плане действительно есть геометрические фигуры, которые формируются спиральным потоком чакр. Эти фигуры нам показывает восточная традиция. Гуглится это по запросу «чакра с мандала». Посмотрите, очень сильно что-то напоминает, верно? Ну, прям очень. Может быть вот это? Или может быть это? Или даже вот это? Понимаете, к чему я клоню? У Земли, точно так же, как и у человека, есть свои главные чакры и чакраны. Чакры второстепенные, связанные с основными. Основные чакры, которые называют еще места силы, то есть выход мощных спиральных потоков на поверхность, являются центрами зарождения основных древних культур на разных ветках реальности. Ветка реальности – это опять-таки спиральный поток с определенной частотой, которая задает направление реальности. Ранее эти потоки шли параллельно и не пересекались, которые планеты формировали определенные фигуры. Либо на физике эти фигуры начали проявляться сами, либо им помогли развитые культуры. Они помогали с одной стороны себе, так как усиливая места силы с сакральными геометрическими строениями, крепостями-звездами, точно повторяющими контуры этих фигур на тонком плане, они получали источник неисчерпаемой и безграничной энергии. А с другой стороны, помогали планете развиваться за счет усиления потоков и ее основных энергетических центров. Например, очень мощный выход силы есть в Киеве, в Киево-Печорской лавре. Потоки настолько мощные, что попадаешь как будто в другое измерение. Ну и надо ли говорить, что это тоже крепость-звезда? Киево-Печорская лавра. Аэрофотосъемка, 1918 год. Если на уровне Земли этот метод усиления работы чакр очень действенен, то на уровне человека нельзя просто так взять и построить на теле геометрические звезды. Поэтому можно усилить действие чакр на нашем уровне, используя эффект резонанса. В частности, на этом строится наука Петрософия. Петрос – камень, София – наука. Поэтому Петроград – каменный город. Определенный минерал или кристалл, частота которого совпадает с частотой определенной чакры, запускает ее работу или усиливает ее действие. Как правило, цвет камня и чакры тоже совпадают по спектру. Определяется это простейшей, вращающей себе локационной рамкой. Впервые я встретил мужчину, продававшего минералы на эзотерическом фестивале, что проходил под Киевом. Именно на том, где впервые в своей жизни увидел торсионные поля, энергетические воронки, очень похожие на слив воды. Вокруг ярмарочного помоста, где мужчина продавал минералы, постоянно толпилось много людей, и каждый брал камушек, а мужчина при помощи рамки определял, правильно ли камень взял посетитель, его этот камень или не его. Очень интересная практика очищения камня звуком. Перед тем, как проверить сочетаемость частот, мужчина клал камень в тибетскую поющую чашу, несколько раз крутил вокруг, и только потом давал камень интересующемуся. После того, как он обнаружил, что у меня идет пробой в районе копчика, он посоветовал взять мне черный аметист, и после этого планка закружилась, словно сумасшедшая. На мой вопрос, это связано с чакрами и резонансом? Я получил утвердительный ответ и чувствовал себя так, словно Архимед, открывший свой знаменитый закон и закричавший Эврика. Вообще, кристаллы использовали все древние культуры как источник энергии и как хранитель информации, потому как кристаллы представляют собой самые правильные структуры, из которых соткано все пространство. Это открыл еще Платон, описав так называемые платоновые тела, самые элементарные энергетические ячейки. Определенная частота спиралей формирует определенную форму кристаллов. Если кематика показывает фигуры в срезе, то в нашем трехмерном пространстве все эти фигуры объемны, которые входят в основу кристаллической решетки одной из пяти стихий, римский додекайдер и кристаллическая решетка воды. Ну а самым простейшим способом воздействия на чакры являются музыкальные инструменты и человеческий голос. Последний действует наиболее эффективно, так как в голос можно вкладывать конкретное намерение и образ. Техника активации чакр по Джонату Голдману. Найдя самую нижнюю ноту, которую вы можете спеть, и постепенно повышая немного высоту звука, при этом пропевая соответствующую гласную букву и представляя цвет конкретной чакры, вы приведете их в движение. Самая верхняя нота, которую способен издать ваш голосовой аппарат, соответствует самой верхней чакре. При этом очень важно ощущать, что вибрирует именно в том месте, куда вы направили звук. Техника очень действенная. Рекомендую попробовать всем. У меня после первого раза полностью поменялся окружающий мир. Свет стал не таким. Плотность изменилась. Время пошло по-другому. Если же брать инструменты, которые эффективно воздействуют на чакры, то из новых — это ханг-драм и глюкофон, а из традиционных — наши родные гусли, которые дают поистине потрясающий эффект. Отдельно хочется сказать про глюкофон, потому что на этом волшебном инструменте может играть любой человек, вне зависимости от возраста, пола и музыкального образования. И при этом это самый доступный космический инструмент на сегодняшний день, на котором вы можете сколько угодно играться с вибрациями и воспроизводить изначальный акт творения Вселенной. Гусли же при прогуживании, когда человек ложится, на него кладутся гусли, и музыкант играет различные мелодии. Очень здорово раскрывают третий глаз. И вообще верхние чакры вводят человека в расслабленное состояние музыкальной медитации. Очень часто людям приходят различные образы и символы. Они видят весь спектр цвета, или же конкретные цвета, которые соответствуют конкретным чакрам. Это все потому, что семиричность, которая пронизывает всю нашу культуру, присутствует и в гуслях, так как настраиваются они по диатонике, дорами фасоль оси, и не имеют диссонансов. Изначально свет, преломляясь, разделяется на семь основных спектров, а отражаясь от какого-либо объекта, он расщепляется уже на 12 полутонов. Шумерская музыкальная система и вообще их система счисления базируются на 12 полутонах и 60-ти ричности. Эта система лежит в основе нашего времяисчисления. 60 секунд в минуте, 60 минут в часе, 24 часа, 2 по 12, 360 дней в году, 360 градусов в круге. И в основе современной академической музыки. Если взять только белые клавиши фортепьяно, то получится 7 последовательных нот, дорами фасоль оси. Если белые клавиши с черными, их будет 12. Шумеры. Левосторонний поток, женское начало, информация, основа всех лунных культов, в том числе иудаизма с христианством. Практически вся книга бытия списана с более ранних шумерских источников. Шуйца. Левая рука. Русь. Правосторонний поток. Образное мышление. Мужское начало. Умом нас не понять. И так далее. Жили по правде, праву, ратовали за правое дело и так далее и тому подобное. Хан, глюкофон и гусли – это те инструменты, которые лично опробованы мной. А так, в принципе, многие традиционные инструменты разных народов мира могут это делать. Например, очень круто это могут делать тибетские поющие чаши или звуки кельтской арфы. Вообще вся древняя музыка имела две основных цели. Ввести человека в состояние измененного сознания и настроить весь организм, чтобы каждая его клеточка и орган звучали как один гармоничный аккорд. Измененное состояние сознания – это когда человек полностью сосредотачивается на звуке, и у него в голове нет мыслей. Именно тогда нисходящий поток беспрепятственно входит через теме, и человек сливается с Богом. Об этом поговорим в следующей части. Все древние жрецы, волхвы и волшебники, как правило, были еще и музыкантами. Ни одна мистерия или сакральное таинство или церемония не обходились без сакральной музыки. Все шаманы, используя восходящие потоки Земли, настраивались на нее посредством определенного ритма музыки и низкого горлового пения, применяя бубен, который является великолепным резонатором для сверхнизких частот. Также чакры напрямую связаны с основными железами организма – яичники-тостикулы, селезенка, надпочечники, поджелудочная железа, вилочковая железа, щитовидная железа, шашковидная железа, тот самый третий глаз. Если учесть, что все есть вибрация, то у каждой железы есть собственная резонансная частота, которая соответствует нотам. И если мы прокачиваем чакру звуком, то мы воздействуем на физическом плане также и на конкретную железу, отвечающую за выделение определенного гормона. Продолжение следует. Продолжение следует.